Есть только один способ побеждать судьбу — это утро. Больше нет никаких способов. Сейчас объясню, почему. Потому что в этом мире есть определённые правила. Когда наступает утро, то энергия Луны и Солнце вступают в равновесие. Энергия Луны, она даёт человеку полный отдых и покой, и его воля в результате тает. Он не может работать над собой, потому что ему надо отдыхать. Это ночь. День, что такое день? Когда восходит Солнце, то энергия судьбы вся резко выходит наружу, и у человека появляется очень сильная забота внутри. Ему становится некогда молиться почему-то, потому что Солнце его тянет жить. То есть оно заставляет человека думать, страдать, мечтать, бежать. Ну то есть Солнце заставляет человека входить в судьбу. То есть судьба наваливается на него в этот момент. Когда выходит Луна, судьба отступает. Когда выходит Солнце, судьба наваливается. А в промежутке между этой деятельностью Луны и Солнцем в это время человек свободен. Он не спать не должен, не хочет, ни его никуда не надо бежать. Утреннее время — это земчужина жизни. Веда объясняет, что каждый день является экзаменом жизни. И каждая часть времени в течение дня дает человеку возможность побеждать судьбу в определенной зоне. Вот, например, если человек утром молится, у него он получает благоприятное рождение. Если человек днем работает над собой, делает добрые дела, он получает благоприятную жизнь. И если человек вечером молится, он получает благоприятную старость. Теперь у меня к вам вопрос. А что важнее — рождение, жизнь или старость? Старость? Мои хорошие, если собачкой родился, старость уже не поможет. Самое главное — это рождение. Кем рождаюсь, тем и становлюсь. Поэтому утро — самое главное время жизни. Субтитры создавал DimaTorzok